Ветроэлектростанция с накопителем энергии нового типа, использующей силу Архимеда и Ньютона. Технология строительства. Площадь участка 3 гектара. Прокладка инженерных коммуникаций. Работа нулевого цикла. Фундаментные работы. Сваи с монолитным перекрытием. Технический подземный уровень. Т-шаттлы. Скользящая опалубка. Заливка монолитного железобетона. Межэтажное перекрытие. Повторяющийся цикл работы. Элементы ротора из композиционных материалов. Вид внутри опалубки. Монтаж крана для обслуживания, а также декоративная отделка кровли. Декоративная отделка фасада. Электрическая подстанция, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии. Внешние декоративные панели, формирующие внутреннее пространство. Благоустройство прилегающей территории. Проект «Вода». Накопитель энергии нового типа. Использующий силу Архимеда и Ньютона. Техническое решение относится к области энергетики, в частности к гидроэнергетическим установкам. Гидроэнергетические установки «Вода» размещены внутри каркаса зданий. Рассмотрим принцип действия, а также из чего состоит установка. Решение представляет собой цилиндрический корпус, заполненный водой, в который помещен Т-шаттл с установленной на нем турбиной. Т-шаттл снабжен средствами для придания ему положительной или отрицательной плавучести в виде полостей, заполняемых попеременно воздухом или водой. При нахождении платформы в нижней части корпуса с помощью компрессора нагнетаем воздух. При накоплении достаточного количества воздуха платформа приобретает положительную плавучесть и под действием силы Архимеда начинает двигаться вверх. Жидкость, вытесняемая при движении платформы, перетекает через окно и далее по каналу из верхней части корпуса в нижнюю, вращая при этом лопатки турбины, что в свою очередь заставляет генератор вырабатывать электроэнергию. При достижении платформы верхнего положения открываются клапаны на выпуск воздуха. Воздух, выбрасываемый в атмосферу, проходит через дополнительные турбины. Таким образом, мы осуществляем возвращение части затраченной энергии на нагнетание воздуха в нижней части объекта. Рекуперация. При достижении объектом отрицательной плавучести объект также совершает работу. Таким образом, работа заключается в четырех действиях. Первое. Работает компрессор. Расход. Второе. Т-шаттл вытесняет воду. Сила Архимеда. Доход. Третье. Т-шаттл сбрасывает воздух в атмосферу. Рекуперация. Доход. Четвертое. Т-шаттл опускается вниз. Сила Ньютона. Доход. Наблюдаемый цикл работы механизма является повторяющимся. Проект. Ветер. Объект управляет потоками ветра и преобразует его кинетическую энергию в электрическую. Рассмотрим основные и необходимые элементы здания для генерации энергии. Рама через каждые три этажа. Аэродинамические дефлекторы. Роторы. Генераторы. Статичная ось. Один. Воздушные потоки. Два. Статичная ось. Три. Роторы. Четыре. Аэродинамические дефлекторы. Пять. Здания. Шесть. Рама через каждые три этажа. Семь. Генераторы. Сейчас мы с вами последовательно соберем здание. Вращение вертикальной ветроэнергетической установки создается потоком воздуха – ветром. Аэродинамические дефлекторы препятствуют отрицательному воздействию потока на вращение ветроэнергетической установки и исключают шумовое воздействие. Аэродинамические дефлекторы оптимизируют и направляют потоки воздуха. Ветро, покасательный к окружности вращения, что повышает эффективность ветроэнергетической установки – так называемый эффект рычага. Работоспособность не зависит от направления воздушных потоков. Концентрация воздушного потока создается сооружениями обтекаемой формы, выстраиваемыми в виде цветка, который образует здание, придавая всей конструкции установке монолитную архитектурную форму. Медиафасад Рассмотрим преимущества технологий «Ветер» перед ветроэлектростанциями классического типа. Здание «Ветер» гармонирует с существующей застройкой и окружающей средой. Безопасность В проекте «Ветер» тихоходность конструкции обеспечивает бесшумность, отсутствие инфразвука. Генерация электроэнергии возможна при скорости ветра 4 метра в секунду. Возможная высота сооружения более 190 метров. Возможность интеграции накопителей энергии различных типов. Возможность концентрации воздушного потока, в отличие от классических ветроэлектростанций. Большая площадь лопастей больше энергии. Направление воздушного потока по касательной линии к окружности вращения лопаток больше эффективность. Работоспособность не зависит от направления ветра. Скорость вращения 4,7 оборотов в минуту. Вибрации исключаются. Наш проект поддержали известные ученые. Василий Фомин, доктор, физика, математических наук. Академик РАН. Вот здесь есть дебютная идея. Она очень хорошая. Загнать ветряк вовнутрь. То есть в поток воздуха, который обтекает это здание. Здание сделано таким образом, чтобы ветер, с какой бы стороны он ни дул, попадал на ветряк. Вращение дальше передавать на машины и дальше вырабатывать энергию. Ось неподвижная. Ветряки, они независимые. Вы рветесь в новую вещь. Я всегда с удовольствием обсуждаю интересные проекты. Вперед вам! Только вперед! Владимир Фортов. Президент Академии наук. Такого типа здания должны являться довольно распространенными. Особенно в Юго-Восточной Азии, в Дубае и у нас. Даже в районе Москва-Сити. Поэтому будьте готовы к работе. Источник энергии. Другое дело, что это все нужно будет реализовывать. Я считаю, что это должно стать обычным делом. Только вперед! Геннадий Туманик. Профессор, доктор архитектуры. Мне кажется, в этом большая находка ваша. Ее нужно развивать. Это очень перспективное направление. Мне кажется, вы обязательно получите поддержку у тех специалистов, которые понимают, что это такое и чем это может проявиться в градостроительстве, архитектуре, энергообеспечении, в решении глобально-технических проблем современности. Я вас поздравляю! Владимиров Ксентюк, архитектор, лауреат Государственной премии СССР. Этот проект должен быть реализован. Это будет очень востребовано. Я бы с удовольствием поработал над таким объектом. Василий Елистратов. Полковник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Доктор технических наук. Данные объекты будут востребованы не только в арктической зоне, потому что альтернативная энергетика – это будущее. Ваша система легко будет работать при слабых ветрах. Вопросы автономного жизнеобеспечения очень важны. Будем с вами сотрудничать и дружить. Президентский зал Российской Академии Наук Нам действительно важно достичь прорывных показателей в развитии страны. Изобретения окружают нас всех, а автор изобретения – центральная фигура. И я надеюсь, что именно решения, предложенные авторами изобретений, мы сможем выдвинуть. Государство предоставит авторам изобретений и их деятельности надежные гарантии. Автор Денис Валентинович Тяглин награждается за изобретение ветроэлектростанции. Поздравляем он. Поздравляем он. Субтитры создавал DimaTorzok